Дисклеймер. В этом ролике буду использовать некоторые материалы с других каналов и из группы ВКонтакте. Источники буду указывать в левом нижнем углу, откуда и брал видеоматериалы. Приятного просмотра. Ну что ж, расскажу тогда о автобусах Хомска, которые ушли в историю еще с 2018 года. Ну что ж тогда, поехали. Кросса Б841, модель городского сочлененного высокопольного автобуса, производившегося компанией Кросса в городе Високе-Мито, в стране Чехии с 1997 до 1999 года. Модель Б841 является продолжением серии 700, поэтому это трехсотный двухсексуальный автобус с кузовом полунесущей конструкции, соединенный между секциями, узлом сочленения, с двигателем с задней осью. Визуально автобус интенденчен модели Б741, а в правом борту размещены четыре двусторчатых навесных прислонно-сдвижных дверей. Компоновка салона 1 плюс 2 и 2 плюс 2 над осями. Модель Б841 отличается от Б741 красным цветом поручней в салоне и наличием вентиляционных люков. В Б741 была особой вентиляционной системой, а также улучшенной изоляцией салона. Кроме того, были изменены механизмы фиксации дверей в закрытом состоянии, в связи с низкой морозоустойчивостью этих механизмов модели Б741. Кроссы Б841 производилась с 1997 по 1999 год. В основном была предназначена для экспорта страны бывшего Советского Союза. Поставка автобусов в эти страны велась до 1999 года. В том же году было окончено производство серии 800. Всего было выпущено не менее 112 автобусов. Ста из них поступили для эксплуатации в город Каунас, в Казань и в город Омск. Длина 17 метров Ширина 2 метра Высота по крыше 3 метра этого автобуса ЛиАЗ-6212 ЛиАЗ-6212 – российский высокопольный городской автобус особого большого класса, производства Ленинского автобусного завода, выпускавшийся с 2002 года по 2014 годы. Первый серийный отечественный сочлененный автобус, предназначен для городов с интенсивным пассажиропотоками. Автобус был создан на базе модели ЛиАЗ-5256, первые образцы которого модель Сварц-6240 И ЛиАЗ-6211 Были собраны еще в далекие 1993 и 1996 года, соответственно. Новый автобус получил индекс ЛиАЗ-6212. Ее отличал дизельный двигатель Кейтер Преал 3126 с мощностью 300 лошадиных сил. Заводская номинация новых машин пошла вновь с единицы. То есть в новой номинации машина середины 90-х годов учтена не была. Таким образом, два опытных желто-серых автобуса получили заводские номера 1 и 2. Два экспериментабельных автобуса имели стандартный внешний вид, как у большинства ЛиАЗ-5256. Но вот кабина была немного нестандартной. Несколько иным было расположение устройств, управление приборов, а вот перегородка была только непосредственно за водителем. Но таким экстерьеру и интерьеру не суждено было пойти в серию. Все последующие машины имели пластиковые наличники на переднем и заднем, под которыми скрывались круглые фонари спереди и квадратные фары сзади. Изменилась кабина, появилась узкая перегородка, причем вместо форточки для связи с водителем в ней предусмотрели двери с кассовым окошечком. Всего таких было выпущено 4 машины, и все они были направлены на работу в Москву. В Омск данные автобусы прибыли в 2003 году. Проработали данные автобусы 15 лет, с 2003 до 2018 года. И все Лиазы 6212, к сожалению, в городе Омск были списаны. Ну и последний автобус, про который хочу рассказать, это Голаз АК 6226, россиянин. Голаз АК 6226, модель городского автобуса, выпускавшегося ООО Голицынским автобусным заводом с 1995 по 2003 года. Представляет собой четырехдверный солнечный автобус, построенный на базе Mercedes-Benz O405G, с применением некоторых комплектующих российского производства. Автобусы серии АК лицензионные и несут на передней панели трехлучевую звезду Mercedes-Benz. Они принадлежат предпоследнему немецкому поколению машин Mercedes-Benz O405 и удовлетворяют нормам экологической частоты Евро-2. В 1995 году совместно с фирмой Mercedes-Benz была разработана, утверждена программа участия в тренде Всемирного банка по поставке автобусов в 14 городов России. Участвуя в 1996 году в этом тренде, Голицынский завод соперничествует с 25 ведущими автобусостроительными фирмами. Получил заказ на поставку 160 машин особой большой вместимости в города Самара, Омск и Череповец. Характеристики Максимальная вместимость 170 человек Количество сидячих мест 41 человек Плюс один водитель Количество дверей для пассажиров 4 штуки Шасси Mercedes-Benz O445G Конфигурация шасси с задним расположением двигателя Двигатель Mercedes-Benz OM447HLA Мощность двигателя 300 л.с. Расход топлива на 100 км 25 литров Емкость топливного бака 334 литра Максимальная скорость 90 км в час Длина этого автобуса 17545 мм Ширина 2500 мм Высота автобуса 3100 мм Полная масса 28 тонн На модели автобусов серии АК устанавливался дизельный рядный шестицилиндровый двигатель Mercedes-Benz OM447HLA Рабочий объем двигателя 12 литров Мощность 220 кВт 300 л.с. при 1200 оборотах в минуту Уникальность этого двигателя заключается прежде всего в технологиях Mercedes-Benz Которые позволяют давать гарантию пробега до капитального ремонта не менее 1 млн км Горизонтальное расположение двигателя в моторном отсеке позволяет сохранить низкий уровень пола в задней части автобуса Низкий показатель расхода топлива Большие пробеги между ТО 30-45 тысяч километров Малый расход масла позволяет сократить расходы на эксплуатацию автобуса до минимума Тормозная система пневматическая, барабанового типа, есть АБС Коробка передач автоматическая 4 полноразмерных двустрочатых дверей обеспечивают беспрепятственный вход и выход пассажиров Сидения в салоне пластиковые, полумягкие Система отопления в салоне состоит из 7 внутрисалонных отопителей и одного подогревателя Но в октябре 2018 года в воскресенье был сделан последний рейс автобуса Голас АК-6226 с бортом 1504 За рулем был Василий Стрельчук Он вводит автобусы-гармошки с 90-х годов Уже полжизни Этот Мерседес стал ему родным на последние 7 лет Автобус-гармошка проработала 21 год Видео можете посмотреть в правом верхнем углу Там появится подсказка Там будет видео про последний рейс автобуса Мерседес Продолжим Таки подавно, Короса Б-841 была списана еще в 2016 году Остались только два автобуса Которые в 2018 тоже были списаны И уже были разобраны на запчасти От них остались только кузова Которые распилили на металлолом Есть некоторые причины, которые данные автобусы списали Первое, часто ломались По сути это так и есть Гармошки были очень старыми Особенно Короса Б-841 Даже один случай был с Коросой Когда он загорелся в 2014 году Второе, дорогое обслуживание И дорогое ремонт автобусов Тоже такая может быть причина Списания автобусов Как и в первом случае, когда они иногда ломались Какие еще есть причины? Можете написать внизу в комментариях Прочту обязательно И знаете что самое обидное? По сути некоторые автобусы-гармошки По внешнему виду были в очень хорошем состоянии Можно было бы дать им вторую жизнь И привести в нормальное состояние Может быть на это были затраты на обслуживание И прочие обязанности Но 5, 10 или 20 автобусов-гармошек Могли бы оставить колесить по городу 2, 3 года или даже 4 года на крыняк Могли бы проездить, пока они вновь не устареют А старые лиазы и нефазы, которые сейчас колесят по городу Тоже скоро идут на покой Как и ушли автобусы-гармошки Именно на дачных маршрутах заканчивают свою жизнь Потом отправляются на металлолом Как бы мне этого не хотелось говорить Ну считайте, что можно сказать в кавычках Спасибо директору департамента транспорта Омска Алексея Мартыненко За то, что решил списать все гармошки По причинам, которые говорил несколько минут назад Не знаю, сейчас он директор или нет Информацию не проверял На дворе 2021 год Вместо автобусов-гармошек колесят по городу Всякие пазы Вектор Вектор Некст И Газель Луидера Как по моему мнению Я их за автобусами не считаю По сути, это микроавтобусы средней малой вместимости Но все равно это не автобусы И это чисто мое мнение Ваше может отличаться от моего Как бы мне не хотелось этого говорить Но Омские автобусы-гармошки уже как три года Навсегда Ушли в историю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok